Организации выпускного в детском саду сейчас родители отводят времени ничуть не меньше, чем выпускному в школе. Продумывают все до деталей. Чем накормить, что подарить, кого пригласить, как нарядить, где проводить. Не задают лишь один вопрос. Зачем? Зачем столько усилий, если ребенок не запомнит и доли от пышного празднества, тем более спустя годы? Помните ли вы свой выпускной в детском саду? Нет, не помню. Вообще никаких? Нет. Вообще никаких воспоминаний? Нет. Да, плохо помню. Ну, я помню, там что-то из хоровода, было какое-то чайпитие, все. Все были красивые, были подарки. Хотелось в школу в первый класс. Наверное, фотография, когда вот мы стояли, но около садика фотографировались. Фотография. Вот как действительно можно оставить в памяти выпускной в детском саду. Праздник детям нужен, но не стоит перегибать палку, говорит аниматор Антон Минин. Он провел сотни выпускных. На собственном опыте может сказать, что нужно детям, а от чего можно отказаться. Не выбрасывать, так сказать, родительские деньги на ветер. На детских праздниках, пожалуй, лишним ничего не бывает. Бывает нерациональным, вот как я сказал, шоколадный фонтан, который будет стоять в стороне, дети в нем будут пачкаться, или ростовая кукла одна. Ростовая кукла должна быть всегда с кем-то. Если не хотят шоколадный фонтан, за ним следить. Потому что дети подбегают, начинают в него пальцами брать, плескаться, и это прям пачкает все. Больше развлечений, меньше гикокалорий. Не стоит накрывать обильные столы. Как уверяет аниматор, ничто не заставит детей полноценно обедать или ужинать на празднике. На самом деле дети-то вообще маленькие моторчики. Они, как правило, на праздниках, вот всегда родители думают, что вот, дети сядут и будут кушать. Нет, такого никогда не будет. Дети подбегут, схватят пиццу, схватят какой-то огурчик, побегут вместе с ним по детской комнате или по детскому садику. То есть лучше всего, я вообще своим клиентам советую не делать прям стол-стол, а делать какую-то зону кейтлинга. То есть когда дети подбегают, берут еду, перекусили на ходу, естественно, ручки, родители, чтобы посмотреть, что все помыли, это как бы важно, или протерли влажными салфетками, и дальше возвращаются в программу. Схема выпускного традиционна. Официальная часть, праздничное меню, анимационная программа. Все эти три вещи можно объединить единой тематикой и уже с официальной части окунуть детей в большое выпускное приключение. Тогда праздник не покажется затянутым и скучным. Основная ошибка всех родителей, не только на выпускных, но и на детских праздниках, это то, что они считают, что аниматор – это няня. Это нет. Потому что, ну, как сказать, мы приходим на праздник, мы несем ответственность за ваших детей, но уходить в сторонку – это нельзя. То есть я всегда стараюсь на своих праздниках родителей не отпускать далеко, родителей вовлекать. Потому что ничто так не радует ребенка, как родители рядом. Сегодня цена выпускного в Перми на одного подготовишку в среднем составляет 3000 рублей. Добавим, что сбор средств – сугубо добровольное дело. Никто не имеет права заставлять родителей делать это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...